Дивизия территориальной обороны У него ощущение, как будто шоколад тает во рту Благородная плесень или наш ответ санкциям? Самарских сыроваров готовятся в студенческой скамье От режиссера зависит, что ты будешь нести людям Какие мысли, какие чувства, какие переживания Документальный киномарафон В столице губернии проходит фестиваль «Соль земли» Военные сборы закончились, отличившихся наградили В Рощинском военнослужащие призванные из запаса Разъехались по домам и вернулись к повседневным делам Каждый из них в среднем провел пять дней в условиях полевого лагеря Где проходили обучения по быстрому развертыванию воинской части В условиях военного времени В следующем сюжете расскажем подробнее Строевой шаг, как езда на велосипеде Один раз научился, всю жизнь не забудешь Торжественным маршем на завершающем этапе сборов Проходят так называемые, в шутку, партизаны Военнослужащие, призванные из запаса для прохождения обучения Их сразу заметно Камуфляж не современная цифра, а старый, но проверенный временем Это гражданские инженеры, работники банков, менеджеры, рабочие, муниципальные и госслужащие Которые на время оставили работу и семью для важного дела Повышение квалификации по своим военно-учетным специальностям И чтобы вспомнить то, чему учили в годы службы Многие еще путают персонал с личным составом Но опыт необходимый все же получен Как командиру взвода дало большой опыт в управлении личным составом Мы все сдружились Насколько я понял, в случае чего мы как раз этим же составом будем свои обязанности выполнять Все вместе они 13-я мотострелковая дивизия территориальной обороны Самарской области Командование которой в условиях военного времени принимает военный комиссар Мы с вами сделали великое дело Мы сформировали 13-ю мотострелковую дивизию территориальной обороны И в этом составе, если не дай бог что случится Мы с вами будем выполнять боевые задачи В случае военного положения Будет выполнять задачи по охране важных военных государственных объектов Объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения Самарской области Речь идет о системах водоснабжения, электросетях, аэропортах, складах Росрезерва, промышленных предприятиях, мостах, путепроводах и так далее Для того, чтобы призванные из запаса проходили сборы в полном соответствии с нормами и положенностями по питанию, обмундированию и проживанию Большие усилия привожили губернатор Самарской области и правительство От лица главы региона, тех, кто наиболее отличился в ходе сборов, наградили почетными грамотами и подарками Торжественная церемония кончилась Но Юрий Иванов следит за тем, чтобы был полный порядок с имуществом после учений Вы своему зампотылу поставьте задачу Сами возьмите на контроль, чтобы все материальные ценности были именно переданы Не брошены, а переданы Сдал, принял, сдал, принял И вторые экземпляры, чтобы у вас были Учения и сборы – вещь важная Но главное, чтобы полученные навыки запасникам не пришлось применять в реальных боевых условиях Максим Остриков, Филипп Карецкий, СТВ Найти сыр с благородной плетенью на прилавках самарских магазинов сейчас почти невозможно Наш ответ с санкциям – готовить местных сыроваров со студенческой скамьи Год назад начали создавать лабораторию в политехе Разработки пока на начальной стадии Но первые партии уже получили высокую оценку как дегустаторов, профессионалов, так и наших корреспондентов Сыроварение – это обязательно хендмейт, причем никаких перчаток В них невозможно на ощупь определить консистенцию сырного зерна, его упругость и клейкость Нужные свойства рождаются в течение 45 минут Сейчас происходит замешивание этого зерна и отделяется сыворотка от сырного зерна При высокой температуре, ну 33 градуса достаточно высокая температура для культур И постоянно вымешиваем, то есть когда сыворотка, именно вот этот сгусток находится в подвешенном состоянии Отделяется как большое количество сыворотки И зерно приобретает упругие свойства Производство безотходная сыворотка, которую потом нагревают до 96 градусов и заквашивают лимонной кислотой Используется повторно для производства другого продукта – сыра творожного И уже после этого остатки сыворотки пригодятся для приготовления теста для студенческой столовой Особо следят за тем, чтобы все тщательно обрабатывалось Посторонняя микрофлора в лаборатории ни к чему Особые требования и к молочному сырью Молоко местное из племб совхоза Кряж Анализ на содержание жира и белка имеет решающее значение Содержание жира и белка важно отвечать за выход готовой продукции То есть нельзя взять любое молоко и сделать из него вкусный хороший сыр В молоке должна быть высокая жирность и очень важно, чтобы было высокое содержание белка Выше 2,8% Ассистент кафедры технологии пищевых производств Анастасия Мелентьева в диссертации разработала свой метод измерения Традиционный способ химический, очень затратный и долгий Спектроскопия в средней инфракрасной области дорогостоящая А спектроскопии, видимо, и ближней коротковолновой инфракрасной области куда дешевле В политехе много рассуждают на тему импортозамещения, надеются, что технологические разработки возьмут на вооружение и будущие деловые партнеры Заинтересованные в том, чтобы местный сыр был на прилавках самарских магазинов То есть мы молоко покупаем по цене 30 рублей за литр На килограмм сыра идет где-то порядка 10 литров молока То есть только себестоимость сырья составляет 300 рублей за килограмм Наша все-таки разработка будет дешевле, обойдется нашим производителям, чем закупать эту технологию в Швейцарии, во Франции, в Германии Закваски и молокосвязывающий фермент стандартные, а плесень научились разводить сами Скажите, чиз поводов для того, чтобы довольно улыбнуться в политехе предостаточно И самое главное из них это то, что сыр здесь готовят абсолютно натурально, без консервантов, растительных жиров и красителей Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ Для выпускников детских домов могут ввести специальные меры поддержки В губернской думе обсуждают проект закона о постинтернатном сопровождении детей-сирот Чтобы подростки в любое время могли просить помощи у бывших воспитателей, депутаты предлагают создать институт наставников Педагоги, которые готовы работать с совершеннолетними, смогут рассчитывать на дополнительные деньги Подобные законы уже приняты в 14 российских регионах, нуждается в документе и Самарская область Каждый год из интернатов и детдомов выпускаются более 40 человек На данный момент помощь в адаптации остро необходима 60 Над мерами, которые позволят детдомовцам безболезненно вливаться в социум, сейчас размышляет рабочая группа Вот как чай заваривать Когда тебе всю жизнь много-много лет приносила буфетчица в стакане налитый сладкий чай А вот как заварить самому, как мыть посуду, как пользоваться стиральной машиной и прочее Это все сейчас в интернатах внедрено и людей обучают Но тем не менее, сложно, очень сложно И мы понимаем, что этой категории наших граждан необходимо дальнейшее сопровождение Ждут помощи Жители дома по улице Чапаевской, 132, не могут добиться сразу от двух служб ремонта аварийной трубы водоснабжения В квартирах воды нет уже больше недели, а диалоги с коммунальщиками ни к чему не приводят Илья Егоров подробнее Чапаевская, 132 Жители рассказывают, порыв трубы водоснабжения, проходящие во дворе на глубине нескольких метров под землей Произошел еще в 20-х числах августа Об аварии люди незамедлительно сообщили в свою управляющую компанию Вода заливала и двор, и улицу, а ее напор в квартирах стал заметно слабее Однако шевелиться коммунальщики начали лишь две недели спустя Воду перекрыли, еще через несколько дней во дворе выкопали яму На этом ремонтные работы прекратились Менее года назад мы завезли землю на газон по улице Чапаевская Разбросали, занимались этим жители, посадили деревья После того, как газон затопил, чернозем смыл И вода стояла на протяжении более двух недель После того, как нам сказали, что будут ремонтные работы по адресу 132 Наш дом запасся водой То есть мы сидели в надежде, что каждый день это закончится И налили ванны, налили тазы Понимаете, это у нас у всех дети Все в таком состоянии режима ожидания, две недели находятся По словам жителей, раскопки производили работники ЖЭО Однако ремонтировать саму трубу они отказались Сославшись на то, что она находится в ведении другого коммунального предприятия На данный момент ЖЭО раскопало нам яму Развели грязь И якобы они написали письмо, что будет этим заниматься водоканал Ремонтом трубы, да? Да, но в итоге, как сами видите, у нас нет воды И все на друг друга сваливают И мы сидим без воды уже сколько времени Никто ничего не делает, ни ЖЭО, ни водоканал Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ Сейчас немного рекламы, вот что вы увидите далее в нашем выпуске Вышли на пятую строчку, крылья советов взяли верх над Мордовией Увидел рывок? Точнейшие пазы здесь В регионы появится 6 камер, фиксирующих нарушения правил парковки 4 из них в Самаре, рядом с железнодорожным вокзалом, зданием правительства, на полевом спуске и возле площади Куйбышева Еще две камеры типа Паркон будут работать в Тольятти Также стоит отметить, что 12 новых камер появились на перекрестках только за минувшую неделю Такие новшества заставляют водителей соблюдать правила дорожного движения, что в лучшую сторону сказывается на аварийности Все вот эти мероприятия позволили нам достичь снижения аварийности в текущем году По всем показателям, то есть там достаточно серьезные снижения по количеству ДТП Насколько я помню, сейчас на данный момент уже 13% у нас снижения аварийности По погибшим у нас 12% снижения, по количеству раненых почти 15% Документальный киномарафон В Самаре начал свою работу Всероссийский фестиваль «Соль земли» Этот форум вновь соберет кинодеятелей из самых удаленных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья В этом году на конкурс представлены ленты из самарских режиссеров Основной площадкой работы фестиваля уже по традиции стал ЦРК «Художественный» Подробности далее Восьмой год подряд Самара встречает российских документалистов на фестивале «Соль земли» В своих лентах они рассказывают о людях, образ жизни которых является достойным примером для подрастающего поколения По словам организаторов, из 200 присланных работ в конкурсе примут участие 42 фильма Пять из которых – работы самарских режиссеров Кино или есть, или его нет И вот примерно по этому принципу работы отбирались Но если говорить более подробно, скажем Безусловно, здесь и профессионализм оператора, режиссера Важность той темы, которая поднимается В этом году фестиваль открывал Сергей Никоненко По его словам, неигровые фильмы цены прежде всего своей подлинностью Документальный фильм может будет рассказать правду Про которую Шукшин говорил, что нравственность – это есть правда А документ с ним не поспоришь, если это документ подписан Гостями фестиваля также станут популярные актеры Елена Корнева, Андрей Ташков и Александр Галибин Все они проведут творческие встречи с горожанами Стоит отметить, что фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области И администрации городского округа Самара Мы со своей стороны всегда готовы поддержать такие добрые, хорошие начинания И должен сказать, что в зале вижу очень много знакомых лиц Отрадно, что молодежь присутствует на этом фестивале Это говорит о том, что сам Жанн, он очень интересен и важен для нашего общества С открытием фестиваля Кинофорум продлится до 19 сентября Показы фильмов проходят бесплатно с утра и до вечера в трех залах ЦРК «Художественный» Катерина Галтаевская, Эдуард Сарастегаев, СТВ Золотой век Самары и Губернской В здании правительства открылась тематическая выставка картин Александра Баканова На полотнах художника оживают улицы, люди и ворские берега, какими они были в конце 19-го, начале 20-го века С автором выставки и зрителями пообщался наш корреспондент Максим Остриков На картинах художника Самара рассказывает истории Вот празднование дня рождения пароходства с названием «Самолет» К слову, одного из крупнейших в стране Вот торговая площадь, куда стекались оживленные потоки товаров с востока и запада То, что выставка открылась в здании правительства, не случайно Здания улицы города были в том первозданном состоянии, в которое сегодня их хотелось бы очень привести В полном объеме это можем посмотреть только на картинах Потому что город еще необходимо приводить в порядок Но в том числе это для нас стимул определенный Александр Баканов работал с массой архивных документов, фотографий Шагами вымерял расстояние в историческом центре Самары, чтобы соблюсти справедливость Нужно знать культуру, нравы, чтобы через быт и повседневность показать жизнь людей того времени, как историческую общность Одной из установок авторских является показать все вместе Это и простые люди, крестьяне, это и проторговля, это и светские люди, это и военные люди Представители всех-всех слоев и профессии Наталья Тузова видит работы автора впервые И у нее сложилось впечатление, что люди того времени были добрее и не так тяготели к личной выгоде Вот такого эффекта добился художник Кроме того, девушка заметила на картинах знакомые улицы, хотя там изображена Самара столетней и более давности Картины очень интересные, помогают нам окунуться в прошлое И тем самым мы сравниваем, произошли какие-то изменения или не произошли За вклад в культурную жизнь Самарской области Александр Баканов был награжден благодарственным письмом губернатора Николая Меркушкина Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ Поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Крылья Советов одержали очередную победу в российской премьер-лиге В Самаре повержена команда Мордовия С минимальным счетом наши футболисты взяли верх над гостями из Саранска На стадионе «Металлург» работал наш корреспондент Александр Семенов Ему слово Расправили крылья Мордовия в первом тайме, казалось, и не ожидала такой прыти от хозяев поля Как говорится, наши футболисты сопернику не давали голову поднять Практически игра в одни ворота Еще в начале встречи самарцы могли отличиться Не получилось надежно сыграл страж ворот Мордовии Но в каждом эпизоде саранский голкипер свою команду выручать не мог Под занавес тайма мяч в сетке ворот Габулов автор гола Ощущение, что немножко не получилось у нас сегодня игра И прежде всего это связано с тем, что, мне кажется, мы поосторожничали в первом тайме Немножко хотели начать от надежности В итоге пропустили мяч там, где о чем говорили Предупреждали И получилось так, что вроде играешь от надежности, а еще и пропускаешь Хоть во втором игровом отрезке гости выглядели предпочтительнее Счет они сравнять так и не смогли В итоге 1-0 победа крыльев советов Я понимаю, что это, ну, не лучшая наша игра Была большая разница в качестве между двумя проведенными таймами Действительно были сложности Благодаря этой победе крыльев советов поднялись на пятую строчку В турнирной таблице национального первенства Отмечу, что это очень даже неплохой результат для волжан Не многие ожидали, что сразу же после возвращения из ФНЛ Самарцы смогут так заявить о себе Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ У меня на этом все Далее еще немного информации, прогноз погоды и программа Абзац В завершение выпуска напомню адрес сайта Георгий Лиманского, гслиманский.ру Читайте наши новости в соцсетях, группах СКАТ и СТВ Самара И заходите на сайт телекомпании А я же с вами прощаюсь Всего доброго В день рождения Самары Мегафон по-настоящему рядом Надежный партнер снова порадовал горожан Подарив аттракционы виртуальной реальности И скоростной интернет в зоне свободного Wi-Fi Более того, для своих абонентов Мегафон подготовил грандиозный подарок Совсем недавно оператор завершил масштабный проект Модернизации сети Наша задача обеспечить нашим абонентам Качественную надежную связь Даже во время праздничных дней Когда нагрузка на сеть возрастает в разы И нам это удается благодаря в том числе Последнему нашему масштабному проекту Это модернизация сети Нам этот проект позволил, во-первых, улучшить Уровень сигнала на улицах, в помещениях Во-вторых, позволил нам быстро Увеличивать емкость сети В местах массовых скоплений Эта работа для абонентов не остается незамеченной Что у вас устраивает в Мегафоне? Связь А что именно? Ну, качество связи, наверное, тарифы Я сам являюсь клиентом Мегафона У них покрытие по всей стране И это меня радует Качество связи на высоте Скорость в интернете высокая Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok